всем доброе утро мы продолжаем цикл программ про защиту обычных вещей вокруг нас со мной дима ильин мы продолжаем разговаривать сегодняшняя наша с тобой тема по исследователь людям да или группам людей которые занимаются исследованием безопасности повседневных вещей тема же интересная тема актуальна и поэтому очень много людей как у нас стране так и за рубежом они это темы же вы интересуются проводят какие-то даже практические исследования это как совершенно энтузиасты которые все делают можно сказать у себя в гараже да так это группы при каких-то институтах и обязательно это группы у самих производителей которые мы приходим все-таки наверно к тому что какие-то сегменты да условно какие-то конкретные вещи мы стараемся на этом на безопасности работают какими-то не работаем потому что это коммерчески невыгодно если мы говорим не о государстве не о производителях то все-таки наверное люди если занимаются каким-то исследованием все равно так или иначе стараются этого заработать да естественно что серьезно заниматься такой благотворительности мало кто бы конечно и у нас сейчас активно развивается именно направление безопасности асо т.п. автоматизированных систем управления то есть да здесь как бы исследователи работают проводят аудиты и то рынок пока очень маленький специалисты работали надо исследованием как раз автомобили они выкладывают исследования свои рассказывают про те протоколы которые используют по сути ну мы с вами говорили да автомобиль это компьютер да и для него применимы все те же самые правила я знаю что исследованиями занимались группы при институтах то что мы говорим такие полу студенческие организации это пока на уровне все-таки интересно да конечно пока это находится в таком довольно зачаточном состоянии потому что на проблему начинают только-только обращать внимание потому что даже допустим лет пять-шесть назад такой проблемы не было может не было такой большой интеграции наших повседневных приборов они не были так компьютеризированы они не были умными тогда если посмотреть разные условно выделить китайцев европейцев и американцев чем занимаются китайцы в области безопасность они этим занимаются с целью подстроиться под правила которые уже существуют на рынок все-таки европа америка у которых свои стандарты все-таки есть какие-то жесткие требования ну и плюс направление связаны с шпионажем что делают американцы американцы работают над физической безопасностью то есть для них важно чтобы теракты не повторялись граждане были безопасны поэтому они кстати говоря американцы первые внедряли системы экстренного помещения в случае чрезвычайных ситуаций и наш с тобой замечательный автомобиль пожары до автоматическое оповещение там раньше как сработала сигнализация пожарная и вот она звенит и на еще риску паникуют сейчас сообщение отправляются то есть это есть у нас специальных объектов и вот в штатах это получилось самое широкое стороне есть человек на автомобиле врезался куда-то срабатывать подушки безопасности автоматически вызывает скорая помощь появляется голос до в салоне о том что у вас произошло нужна ли помощь европейцы в свою очередь они занимаются другой темой у них за счет развития организации это занимаются environment экология окружающая среда экология не занимается новыми видами топлива новыми получения да то есть если в автомобиль залили там условно говоря не тот бензин он не поедет у тебя не то что там двигатель у тебя испорт вопрос не поедет что там берется анализ непосредственно самим автомобилем он принимает решение ехать ему или не ехать у нас пока и как эти греть про россию до четкой специфики пока нет да у нас пока так они все-таки пока ближе наверное к американскому подходу то есть мы стараемся заниматься безопасностью кит специализированных объектов пока видимо не осознали важность того что повседневные предметы на это же представляет опасную и экология у нас пока тоже не стоит на первом месте вот буквально последние два-три года тема как раз безопасности промышленных систем или там условных вещей вокруг нас она активно муссируется набирает популярно на в разных конференциях семинары проводятся появляются уже таки новомодные специалисты конкретно в этой области естественно выкладывается куча статей в интернете нам популярного блога очень много людей начали заниматься этим и последний как как всегда да когда у нас тема какая-то находится на старте именно с коммерческой точки зрения ей начинают активно заниматься активно и педалировать нужно о чем говорить если когда у нас появив выходили там новые производители на рынок виртуализации за защиты виртуализации одно время не было вообще решение по защите когда они выходили на этот рынок выпустив свой продукт моментально начиналось педалирование этой темы в сме все говорили что это важно нужно именно таким образом маркетинговые деньги влияли на рынок также здесь компания выпускает новую услугу новый продукт появляется потребность тут же появляются эксперты тут же являются исследователи те кто этим вопросом занимается. На каждой конференции приходим к выводу о том, что этим заниматься надо, о том, что этим нужно заниматься больше, чем занимаемся сейчас. Пока это все-таки, наверное, такие гаражные эксперты. Да, пока до должного уровня, который нужно уделять, до должного внимания, который нужно уделять данной проблеме, я думаю, пока не дошли. Я думаю, что в скором времени и гранты появятся, то есть именно будут развивать это направление хотя бы в методологии. Ну что ж, в подведении итогов хотелось бы все-таки обсудить вопрос, а что же делать? Нужно доносить данную проблему до рядовых пользователей, потому что, естественно, то, что мы с тобой обсуждали, производители действительно делают очень много для обеспечения безопасности того, что нас окружает, но пользователи, рядовые граждане, они не информированы или не хотят быть информированы, то есть может быть, что в принципе одно и то же. Да, там идут инструкции по безопасности, а никто их не хочет соблюдать. То есть, тоже большая проблема. Необходимо доносить то, чем мы с тобой сейчас и занимаемся. По сути, да. Информировать пользователей нужно, важно, но при этом не доводить это все до высочайшей степени паранойсии. Мы все-таки живем нормально в современном мире, никто не собирается уезжать в деревню, в каменный век никому не охота возвращаться. Все-таки мы пользуемся новинками техники и будем пользоваться ими дальше. Вопрос в том, что мы должны что-то знать и к чему-то просто адаптироваться. Это был последний передачей в нашем цикле по защите обычных вещей вокруг нас. Всем большое спасибо, мы увидимся в следующий раз.